Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня буду готовить очень необычный, прекрасный и вкусный торт, который называется «Принцесса Анна». История создания этого торта достаточно веселая. У меня уже был бисквитный капсюль, так его правильно называют кондитеры, или бисквитная основа, из классического бисквита, без какао. Я просматривал видео, и на одном из видеоканалов моего любимого видеоблогера Ирины Хлебниковой я увидел торт, который называется «Принц Евгений». Мне он очень понравился, это ее разработка, но у нее был коричневый бисквит с миндалем, а у меня уже был готовый бисквит. Поэтому я решил немножко видоизменить рецепт, добавить нюансы и назвать его «Принцесса Анна». Для того, чтобы приготовить торт «Принцесса Анна», я беру бисквитную основу, валю на нее тарелку меньшего диаметра, и обвожу ножом, чтобы была окружность. Теперь мне нужно вырезать серединку из бисквитной основы так, чтобы донышко осталось целым. Вот такое красивое донышко получилось, из бисквитной основы. Что делать с ним, я расскажу чуть попозже. А так как торт у меня будет очень большой, то из второй бисквитной заготовки я вырежу просто кольцо и положу его сверху. Я достал крошки из бисквитных заготовок. У меня получилось одно колечко, вот такое красивое, и еще одна корзинка. Крошки я подсушил в духовке, слегка, чтобы они были чуть-чуть рассыпчатыми, и немножко пальчиками измельчил. Я делаю пропитку для бисквита. Пропитку я делаю из инвертного сиропа и воды. Для того, чтобы бисквит получился вкусным и сочным, я использую следующую пропорцию. Для пропитки бисквита пропорция такая. Две части бисквита, одна часть сиропа. Для пропитки крошки пропорция такая. Четыре части крошки, одна часть сиропа. В инвертный сироп я выливаю в вишневый ликер. Вишневый ликер очень слабая крепость, поэтому его можно выливать побольше. И пробуем. Пропорция для разбавления инвертного сиропа такая. На одну часть сиропа полторы части воды. Но нужно пробовать по вкусу, в зависимости от того, насколько сладкий у вас был сироп. Также я добавляю сюда лимонный сок и сок лайма. И опять пробуем. Сироп должен быть сладеньким и вкусным. Пропитка для торта принцесса Анна уже готова. Теперь я начинаю готовить крем. Для крема я беру шоколад, ставлю его в кастрюлю, в которой налита горячая вода. И шоколад будет растапливаться. Попутно я пересыпал крошки в большую кастрюлю, которой я буду смешивать их с пропиткой и с кремом. Для того, чтобы шоколад растапливался быстрее, кастрюльку с водой можно поставить на медленный огонь. Сливки для взбивания я беру 33% жирности или выше. Только в этом случае слепки смогут взбиться. Чтобы слепки хорошо и легко взбивались, их нужно очень хорошенечко охладить до температуры 5 градусов. Также одежа, в которой вы будете взбивать слепки, тоже должна быть холодная. Пока сливки взбиваются, я сделаю пропитку крошки сиропом. Бисквитную крошку я пропитал сиропом. Пропорции сиропа и крошки, которые я указываю, достаточно условны. Все зависит от того, насколько сильно вы высушили крошку. Нужно пробовать, чтобы крошка была сочная, но в то же время рассыпчатая и слегка суховатая. Сейчас я буду пропитывать нижнюю корзинку для торта принцесса Анна. Это лучше делать кисточкой, чтобы сироп равномерно распределялся по поверхности тортовой заготовки. Также тщательно нужно пропитать бортики тортовой заготовки. Благодаря тому, что бисквит хорошенечко выставился, он впитает много сиропа, но в то же время будет вкусным и рассыпчатым. Сливки нужно взбивать до мягких пиков. Это очень важно, чтобы крем получился нежным, главное сливки не перебить. В конце взбивания постоянно проверяйте густоту взбитых сливок. Шоколад у меня охладился до температуры 32 градуса. Он еще достаточно жидкий, но уже не горячий. Я выкладываю сюда часть взбитых сливок и перемешиваю. Так же легко, как мы перемешиваем тесто для приготовления бисквита. Сливки с шоколадом прекрасно перемешаны. Теперь приступаем к сборке торта. Немного крема я выкладываю на дно чаши и распределяю его равномерно. И теперь самое важное. У меня есть вишни из ликера. Вишни уже без косточек, они пропитаны вишневым ликером, очень вкусные и слегка алкогольные. Я высыпаю вишни одним слоем на дно, смазанное кремом. Теперь я беру половину крошек, смоченных в пропитке, и высыпаю в крем. Аккуратно все перемешиваю. Бисквитные крошки со сливочным кремом я перемешал и оставил в сторону. Берем бисквитное колечко, кладем его на тортовую заготовку и тоже хорошенечко пропитываем сиропом. Бисквитное кольцо я пропитал сиропом, положил его сверху на тортовую основу и выкладываю внутрь, получившегося колодца, всю массу крема с крошками. Хорошенько разравниваем крошковую массу с кремом, чтобы внутри не было пустот. И теперь следующий момент. У меня есть черная смородина, которая взята из смородинового ликера. Она тоже достаточно алкогольная, сладкая, ароматная. Я эту смородину высыпаю одним слоем сверху на бисквитную крошку с кремом. Пока тортовую заготовку убираем в холодильник и взбиваем следующую порцию сливок и растапливаем следующую порцию шоколада. Следующая порция шоколада прекрасно растопилась. Сливки взбились до устойчивых мягких пиков. Вкладываем часть сливок в шоколад и опять перемешиваем. Крем получается очень легким, воздушным, с прекрасной текстурой. Благодаря тому, что мы сюда добавили шоколад, сливки будут стабилизированы и при комнатной температуре они дольше сохранят свою форму. Часть сливок с шоколадом я отложу для украшения бортов торта. Высыпаем крошку обратно в крем и перемешиваем. Выкладываем крем сверху и продаем ему красивую форму. Обманываем края торта оставшимся кремом. Прекрасный торт принцесса Анна уже готов. Я отправляю его в холодильник на несколько часов для того, чтобы он выставился. Потом приступим к украшению. Для украшения торта принцесса Анна я натер шоколад на крупной терке и теперь лопаткой его аккуратненько насаживаю на бока тортика. Шоколадная стружка, которая осыпается, у меня будет попадать на лист пергаментной бумаги. Я опять собираю и использую. Авторский торт принцесса Анна уже готов. Я сверху украсил торт шоколадной стружкой. Его можно кушать. Прекрасный подарок торт принцесса Анна уже готов. Торт очень интересен на срезе. У него очень нежная текстура. Взбитые сливки с шоколадом и крошками. Очень мягкие. Богатый шоколадный аромат с легкими нотками коньяка. Очень мягкая донышко. Хорошо пропитанная пропитка. Я люблю, когда тортики сочные. Друзья, торт настолько вкусный, что я просто хочу сейчас прекратить съемку и сразу съесть целый громадный кусок. Он прекрасен, нежный, сочный. Я очень люблю сочные торты. В нем много шоколада, взбитых сливок и фруктов с алкоголем. Это самый вкусный торт, какой я кушал. Готовьте по моим рецептам. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Задавайте вопросы. Если вам нравится мой канал, подписывайтесь. Ссылочка вот здесь внизу. И помните, кухня – это самое спокойное место. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!